Здравствуйте, товарищи! Видео о жировом гепатозе. Почему это так важно знать и чем можно переедать, чтобы не было вреда? Жировой гепатоз – это накопление капелек жира в печени, которое ведет к фиброзу и циррозу печени. От здоровья печени зависит ее функционирование, а ведь она выполняет более 500 функций и задач. Жировой гепатоз приводит к инсулинорезистентности, метаболическому синдрому, диабету второго типа, артериальной гипертензии, преждевременному старению и разным видам рака. У некоторых толстых людей нет жирового гепатоза, а у некоторых худых есть. Почему? А это зависит больше от питания, нежели от накопления подкожного жира. Ведь помните, жир может накапливаться и подкожный, и висцеральный, то есть внутренних органов. Условия развития жирового гепатоза одно – превышение поступления с пищей энергии, калорий над их тратами. Грубо говоря, при вашем образе жизни вы, допустим, тратите 1500 ккал в сутки, а едите на все 2500, а то и больше, вот и все. Вот вам и жировой гепатоз. Ведь именно печень перерабатывает те питательные вещества, которые из кишечника всасываются в кровь. Первым делом, естественно, можно увеличить тренировки, занятия любым физическим трудом и отчасти нивелировать этот дисбаланс. То есть потратить столько калорий, сколько вы съели, допустим, те же 2500 в день. Но помните, всегда высококалорийное питание приводит к более быстрому изнашиванию организма. Постепенные отложения жира в печени накапливаются. И еще, допустим, вы начали набирать вес. Что это? Мышцы? Спросите себя об этом. Если вы не качаетесь? Нет, значит, вы набираете именно жир. А лишний жир в организме – это всегда нагрузка на печень, ведь она напрямую участвует в жировом обмене. Кстати, к чему приводит лишний жир, вес, то есть бока, живот, я недавно в своем видео подробно объяснил, ссылаясь на 30-летние исследования полутора миллионов человек швейцарскими учеными. Посмотрите это видео, вот оно. Но самое опасное для ожирения печени – это переедание вредной пищей. И вот особое внимание. При переедании что самое вредное? От чего быстрее всего растет ожирение печени? И здесь три группы продуктов. Первое – это насыщенные жиры. И добавим к этой группе животные белки. Знаете один момент? Сам жир был бы не опасен, если бы не было в пище, но помимо жира, углеводов, быстрых сахаров, глюкозы, фруктозы. Потому что тогда в этом случае жир не пойдет на энергию, он пойдет на ваш же жир. Организм так устроен. Либо энергия берется за счет расщепления жиров, это процесс с кетозом называется, либо берет за счет расщепления глюкозы, фруктозы, то есть быстрых углеводов, сахаров. И этот процесс называется гликолизом с циклом Крэпса. Либо-либо. Так вот, при потреблении и так калорийной пищи и малой траты энергии, полученной из этой пищи, жир, безусловно, вреден и он на первом месте по вредности для печени, для жирового гипотоза. Второе, это быстрые углеводы, глюкоза, фруктоза, любая кондитерка, хлебобулочные, сладкое вообще. И это приводит к ожирению печени. Если бы, теоретически, человек ничего бы не ел сладкого на вкус, то есть не более 25-30 грамм чистого сахара, ну как бы выжатого из всех продуктов, которые он ест в течение суток, то вот тогда бы жир, даже животное, именно жир ради справедливости, не шел бы на построение жировой ткани вашей, ну, по крайней мере, печень бы не убивал, не перегружал, не вызывал бы жирового гипотоза, потому что это было бы главным топливом для получения энергии, так как глюкозы, другого быстрого топлива, не было бы. Вот таким образом. И третья группа продуктов по опасности, это ненасыщенные жиры. Это все растительные масла, кроме кокосового и пальмового, потому что они являются насыщенными жирами, такими же, как, например, сало, тот же животный жир, или масло, скажем, сливочное. Авокадо есть можно и даже прекрасно. Что делать, как быть, как уменьшить, предотвратить развитие жирового гипотоза, и, если уже жирная печень, как убрать жир, как вылечить печень? Можно. И поскольку печень – орган, который очень сильно имеет свойство регенерации самой себя, то тогда питанием, изменением питания, устранением вредных продуктов, в первую очередь, для печени, можно легко восстановить печень. Конечно, есть еще и природные вещества, например, трутовик лиственничный, который является очень сильным гепатопротекторным средством. Ну, об этом чуть позже. Итак, самое правильное – перейти на здоровое растительное сыроедение, хотя бы на два месяца, но без масел. Ничто лучше не очищает печень от жира, чем веганское сыроедение. Стоит ввести в питание очищенные конопляные семена, грецкие орехи, ну, для белка. Можно, конечно, и очень даже желательно потреблять протеин 4 в 1. По сути, это аминокислоты, включая все незаменимые, или аминопротеин. Кстати, это можно и в салаты добавлять. Не надо есть после 16.00. И тогда это будет очень большим полезным делом. Об этом было у меня в видео вот это. Но вот главный вопрос, который я поставил в начале видео. Можно что-то есть такое, чтобы вот этим переедать, но при этом гепатоз себе не наживать, не наращивать жир в печени? Можно. Ну, во-первых, как я уже сказал, салаты без масел. Можно даже и с авокадо вместо масел. Можно, конечно, чайную ложечку масла в день. В этом смысле вреда не будет. Но какого тогда? Либо льняного, либо конопляного. Ну, а на вопрос, чем можно переедать, но вреда не будет, пожалуйста, огурцы ешьте. Ведь, поймите, тут все дело в объеме. Когда есть нездоровая потребность что-то съесть, именно что-то, так ешьте тогда огурцы, чтобы набить себе живот. Но вреда не будет. Желудок растянется, чувство сытости наступит. Минут через 20 уже ничего не будете хотеть есть. Ну, по крайней мере, такой жажды нечеловеческой что-то съесть не будет. Отвлечься, конечно, от еды, от жажды непомерной можно серьезным каким-то делом. И уже жестко установленным режимом для себя, установкой, даденной себе, не есть после 16.00. Интервальное питание или интервальное голодание – это огромное дело. Кстати, тогда на утро будет легкость. И это будет приятно и очень ощутимо. Вы это почувствуете, ну, почти сразу. А этот факт легкости утром, ну, конечно, это факт того, что вы на верном пути. А вот что поможет пищеварению устранить дисбактериозные состояния? Ну, это симбиотические пропионовые бактерии эвита. Что очистит от токсинов кишечник и укрепит полезные симбиотические бактерии? Это гель-сорбент, вот этот. Но апсилиум, шелуха семян поддорожника, создаст тоже в желудке объем, набухая. Калорий там ноль. Ну, и есть не будет хотеться сильно. Тоже можно применять. Дорогие товарищи, посмотрите вот эти мои видео по печени. Я вам оставлю под этим видео ссылку на целый плейлист. То есть раздел на моем YouTube-канале, где присутствуют все эти видео по печени важнейшие. Посмотрите их. Еще скажу следующее. Антипаразитарную программу всем людям надо проходить два раза в год. Паразиты есть у всех. Они являются причинами многих бед. Они являются причинами заболеваний печени. Например, аписторхи, они просто едят клетки печени. Так вот, эта же программа является еще гепатопротекторным средством, комплексом. Потому что как минимум два компонента, входящих в программу, являются гепатопротекторными. Но для тех людей, кто хочет радикально укрепить печень, восстановить ее, улучшить, ускорить регенерационные ее способности, защитить печень и устранить серьезные болезни, которые уже есть в этой связи. То, конечно, это вот этот идеальный набор для восстановления печени. И не только печень. Это очень полезная программа вообще для организма, для иммунитета, для укрепления здоровья. По ссылке перейдите и прочтите про эту программу. Ссылки все необходимые я оставил вам под этим видео. Смотрите мои видео, о которых я говорил. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Подпишитесь на мой данный канал. Нажмите под ним на слово «Подписаться», вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления. И выберите «Все видео». Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть, мы вместе поможем, наконец-то, людям стать здоровыми и активными. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...